В Брянском институте повышения квалификации работников образования председатель профильного комитета Государственной Думы Вячеслав Никонов ответил на вопросы, которые сейчас особенно волнуют учителей. На встречу собрались члены регионального клуба «Учитель года», учителя истории, присоединились по видеосвязи и педагоги из районов области. Учителя историков интересовал вопрос об изменениях в программе, особенно большого пласта информации о Великой Отечественной войне. Этому вопросу особое внимание уделил президент Владимир Путин в послании федеральному собранию. Теперь разрабатывается базовая программа, опираясь на которую будут вести уроки учителя. Однако для педагогов, которые глубоко знают свой предмет, больших изменений не произойдет. Есть определенный костяк информации, фактов, фамилий, событий, явлений, которые должны быть отражены везде. И, значит, будет более детально и просто прописано в качестве такой возможной базовой программы. Систему ЕГЭ отменять не будут, потому что более эффективной альтернативы ей нет. Но совершенствовать итоговую аттестацию, конечно, нужно. Определенные выводы по проведению ЕГЭ были сделаны во время пандемии. Об этом рассказал учителям Вячеслав Никонов. Учителей интересовало, не будут ли предметы по искусству переведены на зачетную систему. Вячеслав Никонов успокоил коллег. Даже нет таких планов. Если такие планы где-то есть, то, в конце концов, я об этом слышу. Из какого-то авторитета, но источника. Но чтобы окончательно вас на эту тему не дезинформировать, я, конечно, могу позвонить сейчас министру обеспечения и спросить у него, не собирается от них вводить зачетную систему. Во время встречи педагоги обсуждали с Вячеславом Никоновым образовательные программы и могли высказать свои пожелания. Говорили о целесообразности введения новых обязательных предметов для итоговой аттестации. В профессиональном сообществе всегда интересно общаться. У людей много вопросов. И чувствуется, что они идут от жизни. Вячеслав Никонов побывал в кванториуме, расположенном по соседству с институтом. Ребята, которые совсем недавно стали призерами всероссийских соревнований, рассказали гостю, как работает их машина на водородном двигателе. Сжатый водород. И водород перерабатывается за счет этого элемента в электричество, которое заряжает аккумулятор. И уже на аккумуляторе модель двигается. В Брянске разрабатывают новый светофор. Он будет предупреждать о влажном или скользком асфальте, показывать температуру воздуха и опасности на дороге. Такого точно не увидеть больше нигде, заверили авторы проекта. Работает как в ручном режиме, и также через Bluetooth еще есть возможность управлять. Абсолютно выполнено. Полностью свой путь взяли. То есть ничего заимствованного нет. Работа 3D-принтера. Лаборатория, где анализируют состав воздуха, создают аналог крови и конструируют кровеносную систему. Это все есть в Брянском кванториуме. Заинтересованность ребят ведь колоссальная. Они делают такие вещи, которые в их классе точно не проходят. Которые, может быть, будут проходить они через несколько лет. А здесь они уже программируют, занимаются нанотехнологиями. По итогам встречи Вячеслав Никонов отметил, что вопросы и пожелания брянских коллег очень важны для дальнейшей работы. Наталья Будник, Сергей Дюков. События. Брянск.